Федор Иванович Толбухин 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 В декабре 1941 года Толбухин была спланирована десантная Керченская феодосийская операция. Ее главной задачей было успешное десантирование подготовленной группировки советских войск, разгром на этом направлении обороняющегося противника и с дальнейшим продвижением вглубь Крымского полуострова и освобождение Северополя и Севастополя и полностью освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков. По своему тактическому и оперативному значению операция была продумана до мельчайших подробностей. И если бы все шло так, как задумывалось Федор Иванович Толбухин операция, конечно, могла бы иметь полный успех. Что и показало первый этап операции, потому что само десантирование и первый этап действий боевых советских войсками в Керченско-феодосийской операции принесли значительный успех к началу января 1942 года. Но вмешательство Мехлиса, как представителя ставки Верховного Главного Командования на Закавказском фронте и, собственно, на Крымском направлении, который не являлся военным специалистом, а всю жизнь занимался политическими вопросами в Красной Армии, не только в Красной Армии, но его, так сказать, самодурство и некомпетентность вошла в резкий резонанс с мнением Толбухина и командующих войсками фронта Козлового. В результате этого Мехлис, пользуясь своей властью, несколько раз телеграфировал Сталину о необходимости остановки этой операции и далее снятие с должностей и Козлова, командующего с поста командующего войсками, и Толбухина с поста начальника штаба войск фронта. В результате этих телеграмм Сталин пошел на поводу у Мехлиса, хотя и Козлов был оставлен, но Толбухина сняли, заменили генералом Вечным, а самого Толбухина вызвали в Москву, и уже операция практически без идейного вдохновителя, руководителя проходила совсем по иному руслу и закончилась, в принципе, неудачей. Я должен сказать, что замысел Толбухина по проведению оперативно-стратегической, подчеркну, операции, десантной операции, являлся одним из первых в истории не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны. Если немцы пытались на Крите провести операцию, которая была полностью неудачной, потому что была неправильно спланирована, именно заслуга Толбухина, что тщательно, грамотно и с точки зрения военачальника и полководца исключительно правильное принято решение было Толбухиным. Маршалом Толбухиным была проведена выдающаяся операция, которая, к сожалению, на сегодняшний день практически забыта. Это ввод советских войск в Северный Иран. Будучи начальником штаба Закавказского военного округа, маршал спланировал и организовал проведение этой операции, которая увенчалась полным успехом. Практически без потерь Красная Армия вошла на территорию Ирана, заняла большую часть Северного Ирана, оставалась там на протяжении практически всей войны и сыграла огромную роль для недопущения германских войск на территорию Средней Азии. И нефтяносные районы Ирана действовали исключительно в интересах Англии и Советского Союза, то есть союзников по антигитлеровской войне. Это удивительная операция, также с планированным маршалом Толбухиным. Я должен сказать, что советские войска освободили семь столиц европейских государств. Из них три столицы освободил войска лично под командованием маршала Толбухина. Он уже в 1945 году был, в конце 1944 и 1945 маршалом. Это, конечно, ни одного другого полководца среди советских военачальников такой заслуги не имеет. Должен еще сказать, что помимо не только столиц, но и в честь войск маршала Толбухина 34 салюта было. Это больше, чем в честь других командующих фронтов, хотя об этом практически никто не пишет. Или забыли просто, или умалчивают. Что касается освобождения столиц, это не просто совпадение и не просто вот выпало, что на этом направлении войска 3-го, потом 4-го украинских фронтов под командованием маршала Толбухина попадали, в полосу их наступления попадали столицы. Нет. Это были большие стратегические операции, прежде всего разработанные лично маршалом Толбухином и его штабом, и утвержденные генеральным штабом и ставкой Верховного Главного Командования, по наиболее, в кратчайшие сроки выполнение главных задач, вывода из войны стран, союзников на Германии, на Балканском полуострове. А для того, чтобы выполнить в короткий срок и достаточно успешно эти операции, необходимо было, конечно, захватить столицу, чтобы истяще выполнили войска под командованием маршала Толбухина. Это и Будапешт, это и Белград, это и Бухарест. И тут просто именно удивительное полководческое не только искусство, но и предзнамение, понимание, какое-то интуитивное понимание, как правильно построить действия своих войск, скоординировать все усилия соседних фронтов. И должен сказать, что третий, когда он был четвертым, а третьим Малиновский командовал, когда он был третьим командовал, Малиновский вторым командовал, они очень успешно взаимодействовали, но в первую очередь это благодаря Толбухину. Маршал Малиновский, при всем моем уважении, он, тем не менее, был достаточно своеобразный, своевольный человек и очень не любил, чтобы ему навязывали чужие мнения, но даже он был вынужден зачастую принимать те решения, которые предлагались Толбухинам. Это еще раз подчеркивает высокополководческое искусство маршала Толбухина. Маршал Толбухин, как человек, выделялся из ряда советских полководцев в первую очередь своим таким спокойствием. Он может быть в силу своего физического развития, он достаточно крупный был человек, но может быть даже несколько медлительно передвигался, но он не говорил никогда лишних слов и очень внимательно относился к окружению своему, к подчиненным. Все заслуживцы вспоминают, что ни разу не слышали от него бранных слов. Он был не многословен, но очень четко ставил задачи и эти задачи требовал, чтобы они были выполнены в кратчайшее время и с полной правильностью выполнения этих задач. И у него была внутренняя интеллигентность, которая может быть сформировалась еще, когда он в годы Первой мировой войны дослужился до начальника батальона, или батальонного командира, как тогда говорили. Может быть, это было семейным, хотя он происходил по разным данным, но, скорее всего, все-таки из купеческой семьи, не из крестьянской, как пишут часто. Но его отличала внутренняя порядочность и чувство долга, а также внутренняя культура, которая проявляла с ним достаточно неожиданность. Он очень любил литературу, очень любил театр, очень любил живопись. Вообще, был разносторонний человек и находил на это время, хотя, опять же, по воспоминаниям современников, спал он не больше трех-четырех часов. Он мог сидеть на командном пункте по трое суток, не смыкая глаз, наблюдая за ходом боя, команды сражениями, проводя или проводя операцию. И никакая сила не могла его заставить передохнуть, потому что пока задача будет не выполнена, он не уходил ни при лече поспать, ни на прием пищи. Удивительно был, и в то же время удивительно скромный был человек. и здесь я хотел бы сказать, после войны он почти три года командовал, ну, как теперь говорят, южной группой войск, тогда оккупационные войска в Румынии, Болгарии. И мы знаем, что многие послевоенные начальники пользовались правом победителя, так сказать, и вывозили трофеи на родину и примеров таких масса, я не скажу, что это негативно, вот единственный из маршалов, который вообще не запятнан никаким вагоном, никаким грузовиком, вывезенной мебелью, там, или картинами, или другими ценностями. Это тоже подчеркивает его лучшие черты характера российского, русского человека. Маршал Толбухин отличался от других полководцев, в первую очередь, тем, что он никогда не ставил в голову угло достижения поставленных решительных стратегических целей любым путем. Всегда он заботился о личном составе, старался минимизировать потери своих войск и не носить излишний ущерб местному населению и в том числе даже и противникам, войскам противника. Это отчетливо проявлялось и еще при освобождении Молдавии и юга Украины и при переходе советско-германской границы в Румынию, Болгарию и в Югославии и в Вене, в Австрии. Все это было его отличительной чертой. Не пушечным мясом, не любыми путями выполнить поставленную задачу перед Верховным Главным Командованием и отчитаться за нее, а с пониманием того, что людей надо жалеть и излишние потери, немотивированные, приносят не только вред необходимости дополнительного пополнения, но и снижают моральный дух подчиненных войск, что зачастую было на других фронтах. Как раз этим отличался маршал Толбухин. А что касается непосредственно Болгарии и Румынии, мы прекрасно знаем, что благодаря его дипломатическим усилиям и искусству в области дипломатии и Михай, король, перешел на сторону так сказать наступающих советских войск, поддержал восстание в Румынии и не случайно именно маршал Толбухин по поручению Сталину вручал орден победы королю Михаил. Это тоже подчеркивает ту значимость, которую даже Сталин понимал о действиях и военно-политического, и военно-дипломатического, я уже не говорю о военном, маршала Толбухина. Является ярким подтверждением. Я хочу здесь сказать, привести маленький пример. В 1938 генерал Толбухин был представлен Сталину начальником генерального штаба Шапошником. И Сталин, не поднимая головы, когда они вошли, читая личное дело Толбухина, спросил, товарищ Толбухин, а вот вы в царской армии служили, получили два ордена, Анна и Святослава, а потом в Красной армии служили, получили орден Красного знамени, а как вы, говорит, кому вы служите? Он сказал, я служил, служу и буду служить России. На этом аудиенции закончилось, Сталин сказал, спасибо, вышли, и тут же назначил он начальником штаба Закавказского военного округа. Это как раз и подчеркивает то, что Толбухин был патриотом. Не просто советским патриотом, а патриотом земли русской. И именно его действия в Болгарии и подчеркнули тот патриотизм, который у него был в душе всю собственную жизнь, которую он посвятил служению отчизне, родине, независимо, как она называлась, Россия, Советский Союз или по-другому. И в отношении Болгар он прекрасно понимал ту роль, которую до его предки, до него по освобождению Болгар внесли для болгарского народа и, соответственно, совершенно правильно провел эти мероприятия по данию памяти павшим солдатам и офицерам царской армии, освобождающим Болгарию. Я должен сказать, что в 1945 году пожалуй наиболее кровопролитные сражения были на территории Венгрии. И если освобождение Будапешта происходило достаточно длительное время и принесло огромные потери, но в стратегическом отношении пожалуй наиболее важным было все-таки Болотонская операция, именно оборонительная операция, которую проводил маршал Толбухин, потому что Гитлер принял отчаянное последнее решение попытаясь сохранить Венгрию, бросив туда в район Болотона огромное количество своих войск и боевой техники. Восемь танковых дивизий было полностью укомплектовано переброшено, в том числе и с Восточного фронта, несмотря на то, что уже мы вели бои на территории Германии, он цеплялся отчаянно за Венгрию, понимая, что это нефтеносный район, без которого буквально через два дня армия станет вообще. И именно я считаю, что те успешные оборонительные действия, которые сорвали планы гитлеровского командования по отбрасыванию советских войск с территории Венгрии и удержанием в своем германском удержанием в своих руках Венгрии, это и было наиболее важным моментом в это время. И благодаря полководческому искусству Толбухина и, конечно, героизму советских солдат и офицеров, эта попытка была сорвана и была проведена оборонительная, блестящая оборонительная операция, которая по своему масштабу, по своему значимости сравнительно, можно сравнить с оборонительным периодом Сталинградской битвы. Австрия, если посмотреть на карту, географическую карту Европы, она является клином в центре Европы и ее стратегическое и геостратегическое положение очень важно для любого союза или блока и до сих пор может быть благодаря как раз 45-му году действиям маршала Тарбухина Австрия является практически нейтральной, потому что ее, повторю, географическое положение настолько удобно для любой стороны, для запада и для востока. и это понимали англо-американские войска и стремились и захватить и Чехию, и Словакию, и Австрию, создав тем самым плацдар в центре Европы, и нависая над Балканами, и над Восточной Европой, и потом могли бы там создать такой мударный бронированный кулак, который очень бы усугубил наше положение послевоенное в Европе. И значимость освобождения Австрии очень высока в военно-политическом отношении. А что касается Вены, это был укрепленный лагерь. Более того, он был практически полностью заминирован. Как правило, немецкие командования стремились, мы знаем, по Польше, по Кракову, другим городам, по Чешским, они стремились, если они сдавали города, то оставлять практически одни руины. Но благодаря умелой подготовке и стремительности, которые, стремительности операции, которые провел маршал Толбухин по взятию Вены, удалось избежать этих негативных последствий. В первую очередь, во-первых, остаться в Австрии и была наша там военная администрация, несколько лет после войны еще находилась, и спасти сам город, уникальный город, Вену, красивый, один из красивейших городов Европы и мира от полного разрушения. Сегодня, когда любой гражданин нашего государства может посетить любую страну мира, очень большое количество людей ездит в Австрию и особенно в Вену, наслаждаются памятниками культуры, музыки, архитектуры, потому что Вена удивительный город, средоточие культурных ценностей, все это могло кануть лету в 45-м году, когда немцами было запланировано полное уничтожение Вены как культурного центра, как столицы, и сегодня мы могли бы увидеть только лишь развалины и руины. И в этом огромная заслуга маршала Толбухина, потому что используя свой огромный полководческий опыт, он принял решение стремительным броском советских войск выбить противника из Вены, не дать ему уничтожить город, сохранить полностью все культурные ценности, и при этом не считаясь ни с чем, отдал команду не применять тяжелую артиллерию, не применять бомбардировочную авиацию, собственно, по городу, только лишь в пригородах выбивать противника, и окружив его, заставить противник быстро сдаться. И в своем обращении к жителям Вены и Австрии он просил как можно быстрее оказать содействие советским войскам, предлагая им взамен то, что полностью будет сохранено все и их жизни, и архитектура, и город, и вообще полная свобода останется за австрийским населением, что сыграло огромную роль, и это было редчайшим случаем вообще в мировой военной истории, должен сказать. маршал Толбухин имеет орден победы, имел орден победы за номером девять, то есть десятку выдающихся полководцев он по-любому вошел, но к сожалению фамилия Толбухина мало кто знает сегодня, пожалуй, кроме узкого круга специалистов, историков или интересующихся военными историей. Маршал Толбухин стал единственным из ряда полководцев Великой Отечественной войны, который не получил звание Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно в 1972 году при Брежневе Леонидовиче. Это удивительный факт. Все полководцы не только первого эшелона я имею ввиду маршалов Советского Союза, но и второго эшелона командующими армиями, флотилиями, другие военачальники, как правило, почти все имели одно, то и две звезды Героя Советского Союза. И вдруг маршал Орден Победы получает и другие ордены, а Герой Советского Союза не присваивает. Удивительный парадокс в том, видимо, заключается, что настолько скромность и нежелание его представлять самого себя каким-то выдающимся и героическим человеком, военачальником сыграли свою роль. Никто и не представлял его, выяснилось потом, что звание Героя Советского Союза. И так вот он и умер, и память на нем, и никакого бюста на родине, как получается, как Героям Советского Союза, не заслужил. Хотя удивительная, легендарная, простая русская личность, которая внесла огромный вклад в победу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Факт уничтожения памятников освободителям Европы от фашистской заразы в лице сносов монументов и мемориалов советским воинам и военачальникам, в том числе маршалу Толбухину, очень печально и показатель того, что не народы, а правители, которые меняются как флюгеры под влиянием определенных регрессивных сил, заставляют народы, пытаются заставить народы своих стран вычеркнуть из памяти все то лучшее, что им было принесено со стороны Российской империи, Российского государства, Советского Союза. Это очень тревожный факт, потому что память историческая, конечно, вымывается, но она должна наоборот не вымываться, а оставаться и передаваться из поколения в поколение. Тем самым эти правители свой народ объединяют и заставляют их делать поступки, которые впоследствии им же самим аукнутся и будут очень негативны в их развитии государственности и государства. Это недопустимо, и я считаю, что надо предлагать все возможные усилия со стороны дипломатических направлений государственных, межгосударственных для того, чтобы не допускать таких негативных последствий. Из исторической памяти Европы образ маршала Толбухина никак нельзя стереть и я думаю, что и уверен, что светлый образ маршала освободителя восточной и южной Европы всегда будет и в сердцах, и в монументах, и в памяти народов, которые обязаны маршалу Толбухину своим освобождением от немецко-фашистских захватчиков.